Более 5,5 тысяч налогоплательщиков Тюменской области стали применять онлайн-кассы с 1 июля. Началась так называемая третья волна перехода. О том, как всё это работает, расскажет наш корреспондент Светлана Зорина. Света, здравствуй, скажи, кто поймал волну на этот раз? Иван, здравствуй. Список достаточно ёмкий. В первую очередь, это индивидуальные предприниматели, которые оказывают бытовые ветеринарные услуги и услуги по ремонту. Те, кто не нанимает работников и торгует через вендинговые аппараты. Также в перечень попали перевозчики, которые выдают билеты пассажирам. В основном все, кто входит в третью волну, работают по системе ЕНВД или патентной. Раньше у них не было обязанности применять контрольно-кассовую технику. При первом этапе до 1 июля 2017 года перешли все налогоплательщики, у которых ранее была обязанность применять контрольно-кассовую технику, кто ранее уже применял кассы. До 1 июля 2018 года перешли все организации с наемными работниками, оказывающие услуги населению, услуги общепита с наемными работниками. Это и ИП, и организации. Для чего все это вообще начиналось? Чтобы сократить количество налоговых проверок, налоговой нагрузки на предпринимателей. Итого сейчас в Тюменской области на онлайн-кассы за два года перешло 17,5 тысяч налогоплательщиков. И это еще не все. От срочку до 1 июля 2021 года получили индивидуальные предприниматели, которые реализуют товары или услуги собственного производства без привлечения сторонних лиц. Таких в регионе около 11 тысяч. Как показывает практика, переходить на новую технику не торопится до последнего. Пик продаж всегда выпадает на июнь. На протяжении всего года брали не так активно, но вот этот месяц был очень тяжелый. То есть у всех наших конкурентов, мы партнерами общаемся. То есть был тяжелый месяц. В принципе, в этот раз, посреди предыдущими годами, все было по наличию, но все-таки какого-то оборудования не хватало. Особенно вот, ну, все-таки не хватило фискальных накопителей на 36 месяцев. Финансовый эксперт Светлана Самойлова до 1 июля тянуть не стала и приобрела онлайн-кассу еще зимой. Причем не простую, а облачную. Светлана стала первым тюменским предпринимателем, выбравшим именно этот вид кассы. Бумажный чек можно не выдавать, а ограничится демонстрацией QR-кода на любом устройстве. Я работаю по всей стране, а, соответственно, клиенты у меня тоже могут оплачивать, даже там из других стран мира. И я не привязана к месту, то есть мне физическая касса изначально была не нужна. Что мне больше всего понравилось? Это полный комплект. То есть у меня есть банк, который предоставляет мне эквайринг. Онлайн-касса облачная, которая находится у меня в Москве. У меня полностью регистрационный номер. Плюс я заключила вместе, то есть, получается, при подключении онлайн-кассы у меня сразу было ОФД. Полностью все платежи совпадают один к одному. Принцип работы онлайн-кассы достаточно прост. Все чеки попадают через фискальный накопитель, встроенный в кассу, к оператору фискальных данных или ОФД, а далее в налоговую. Рынок предлагает все больше моделей. Сейчас их внесено в реестр около 170 в разной ценовой категории и с разными функциями. Вообще кассовые аппараты делятся на два вида. То есть то, что служит с программным обеспечением, называется фискальные регистраторы. Они подключаемые и не имеют кнопок. Они управляются внешне какой-нибудь программой. И есть автономный кассовый аппарат. Автономный – это тоже подразделяется на два вида. Это кнопочные кассы, как вот старые такие, и сенсорные. То, что сейчас пошли. Сенсорный – это тот же самый планшет, только с прикрученным фискальным регистратором снизу. Система очень прозрачна. Но, к сожалению, и она иногда дает сбои. Так, в декабре 2017 года работа десятков тысяч торговых точек по всей России оказалась парализованной. В один момент они перестали проводить кассовые операции и выдавать чеки своим покупателям. Всего заблокировалось 80 тысяч касс. Ритейлеры потеряли почти 10 миллиардов рублей выручки. Тогда налоговая пошла на беспрецедентный шаг и разрешила торговым точкам работать не печатая чеки, а выпустить их после. Но это исключение. В остальном нарушение порядка наказывается. Если налогоплательщик первый раз допустил это нарушение, ему выносится предупреждение, но выручается уведомление, по которому нужно установленный срок нарушения устранить. Если налогоплательщик его не устраняет, то предусмотрены уже штрафные станции. То есть для индивидуальных предпринимателей это штраф от 10 тысяч рублей, для организации от 30 тысяч рублей. Но это, я говорю, что за неприменение контрольно-кассовой техники. Существуют и другие виды нарушений. Например, фискальный накопитель не установлен. Там свои суммы. Проверить чеки и пожаловаться на предпринимателя могут и сами клиенты. Для этого есть отдельное мобильное приложение налоговой службы. Тогда разбирательство тоже будет организовано. Впрочем, главная цель у этой реформы как раз таки снизить их число. Иван. Большое спасибо, Света. О третьем этапе перехода на онлайн-кассы нам рассказала Светлана Зорина. Продолжение следует...